Приветствую вас, Аноним! Вы знаете, мне в вашем тексте показалось, что вы сейчас находитесь в очень растрепанных чувствах, вы находитесь в очень потерянном состоянии, вы приняли на свой счет этот факт, что мужчина решил уйти, и в общем и целом вы сейчас занимаете позицию жертвы. Вот та боль, которую вы испытываете, это естественно, это нормально, это нужно прожить, необходимо прожить эту боль, но боль необходимо прожить так, чтобы из этого вы смогли извлечь для себя что-то полезное, что-то новое, что-то интересное, что-то прогрессирующее и развивающее вас. То есть, если какие-то действия, которые вы совершили на протяжении этих шести лет, привели к тому, что мужчина внезапно ушел, а вы испытываете душевную боль из-за того, что это произошло, значит, вы своими действиями так или иначе привели себя к этому. И тут так, что вы испытываете боль сейчас, говорит о том, что вы не осознаете и не понимаете, какие действия привели к тому, что мужчина ушел. Ведь понимаете, внезапно люди не уходят, то есть, нет, это, конечно, произошло у вас, в вашем случае это произошло внезапно, но у этого есть большая подоплека, огромная подоплека, почему мужчина раз и внезапно ушел. По сути, уход есть исход. То есть, некая проблема копилась, 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 и вылилось вот в то, что мужчина ушел. Да, это далеко не самая лучшая история, да, это далеко не самый лучший способ решения проблемы, но мужчина вот такой выбрал. И вам нужно разобраться в себе, какие действия с вашей стороны привели к тому, что мужчина ушел. Какие действия с вашей стороны сделали возможной ту боль, которую вы сейчас испытываете. И почему вы позволяете себе расплачиваться за, например, долги и проблемы, которые вы получили вместе с мужчиной, себе самой. То есть, почему вы берете на себя ответственность явно больше, чем это того стоит. Вот это нужно определить обязательно, и с этим нужно также обязательно как бы разобраться. Вот. Вы говорите, что у вас нет ненависти и обид. Ненависти возможно, а вот что касается обид, то боль, которую вы ощущаете, это и есть, соответственно, то, что в психологии понимается под обидами. То есть, это разочарование вот неоправданных ожиданий по отношению к человеку. Вы пишите, что вы плачете, что вы ненависти не найти себе место. Место и спрашиваете, как себя вести. Что говорит о том, что вы по-прежнему тяготеете к мужчине и тяготеете довольно сильно. В этом смысле, я полагаю, что уместно было бы говорить о любовной зависимости, как форме, общей форме того состояния, которое вы описываете. Потому что человек ушел, человек оставил вас одну, разбираться с проблемами. Он эти проблемы сам не выразил никакого желания решать. И то, что он теперь делает, это, по сути, пытается вернуть ваши отношения, но очевидно, что уже на каких-то своих условиях. То есть, как минимум, с его стороны, по отношению к вам, это обесценивающая позиция. Но вы, несмотря на это, все равно переживаете по-прежнему и все равно хотели бы, чтобы он вернулся. То есть, вы готовы, видимо, его принять и готовы, видимо, его простить. И сама по себе готовность принять и простить неплоха. Сама по себе это готовность. Сама по себе эта готовность, в принципе, даже хороша. Но момент заключается в том, чтобы это отделить от потребностей ваших в мужчине и от невозможности разграничить свою ответственность и ответственность, опять же, вашего мужа. Понимаете? То есть, разобраться с вашими желаниями и с вашими способами их удовлетворять и реализовывать. Вот. Ваш вопрос, который вы задаете, почему он так поступает и, ну, как бы, вы вот спрашиваете про него и лишь только последний вопрос вы задаете. Как себя вести? Это, на самом деле, крайне деструктивная направленность, потому что мы в голову к мужчине не долезем. Вот. Психологи не телепаты, мысли психологи не читают. Вот. Но мы можем разобраться с вами. Почему вы хотите понять человека? Почему вы хотите его понять? Вы спрашиваете, как себя вести, да? Но как себя вести, чтобы что? Мы аноним не можем просто сказать вам, вот вы видите себя вот так и у вас все будет хорошо. Нет. Так не работает. Нужно понять, что вы с вами хотите. Нужно понять, какие цели, условно говоря, откликаются вам эмоционально. То есть, вот что вы хотите, да? Если, например, вы хотите разобраться в себе и вести себя уже исходя из аутентичности эмоционального состояния, то это одно. Если вы хотите гармонизировать отношения со своим мужем, это другое. То есть, в зависимости от целей и разное поведение, разное поведение, разная направленность, ну, поведенческая. Вот. Поэтому тут вот исключительно такой момент и тут исключительно такая история. Дальше. Значит, так. Вот мужчина пишет, что он устал от вас. Значит, если человек говорит, что он устал от вас, то, скорее всего, так и есть. Скорее всего, человек, ну, действительно от вас устал от вас, то есть вы своими действиями, своими действиями. Что-то. Что-то. В отношениях. Такой. Климат. При. Которым. Человек чувствует себя под нагрузкой. И возвращать мужчину сейчас к вам, да? Ну, условно говоря. Возвращать человека, вот, ну, в отношениях. Равно, как и вам начинать эти отношения. Ну, на самом деле, не имеет никакого смысла, потому что без изменений, да, без перемен. А вот, как бы, ситуация, скорее всего, просто будет постараться. Ну, опять же, идти по спиратам. Вот. Какое-то время, возможно, что будет хорошо, но потом, либо мужчине, либо мужчине будет что-то не нравится, опять. Да? То есть машина будет как-то, вот, не по себе, вот. Либо, соответственно, вот, вот, он будет стараться вас подчинить себе. Вот. Как это он уже пытается, пытается, в принципе, сделать сейчас, 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 сейчас. Так, значит, я плакал один и ночью. Поначалу просил вернуться. Зачем? Он просто заблокировал меня, что я остался в куче проблем, долгами и так далее. Ну, опять же, долгие мужчины вам совершенно не обязательно было плачивать. Вот. О каких проблемах вы говорите и почему эти проблемы, они для вас, скажем так, тяжелые? Да, они для вас тяжелые. Это, конечно, вопрос, на мой взгляд, потому что нужно понять, что вы понимаете под проблемами, что вы понимаете под проблемами. Вот. Понять ваше отношение к проблемам. Вот. Сделать оценку вашей, значит, самостоятельности. Вот. И, соответственно, уже после этого смотреть на то, насколько соответствующие вы, значит, например, ну вот реагировали на ситуацию, которая произошла. Вот. Значит, понятно, что случилось это у желтых. Вот. Но если у вас осталось такое желание с человеком что-то строить, вот, если вы хотите по премиуму с человеком что-то строить, то нужно во всем подробно разобраться. Вот. Вот. Потому что если не разбираться в этом, если в этом не разбираться, то проблема постарится. И в следующий раз, если мужчина, например, уйдет или если у вас останется какой-то отсадок, то будет еще больно. Доверие, оно, как бы, вырабатывается через, ну, через отношение, скажем так, человека к самому себе. То есть, не к другому, да, человеку, а именно к самому себе. То есть, от того, как вы относитесь к себе, от того, насколько вы доверяете сами себе, ну, зависит от будущего ваших отношений, собственно говоря. Вот. Такой момент здесь, может быть, этот момент для вас не очень приятен. Но, тем не менее, так. И, вот, главный, главный постулат, который я хотел повторить и который я уже озвучил, это то, что вы пытаетесь понять человека, а не себя. А, понятно, нужно стараться именно, именно себя. Вот. Потому что у вас, вот именно у вас есть, собственно, все ответы. Вот. На вопросы и все ответы на то, что вас беспокоит. Просто нужно прислушаться, нужно прислушаться к себе и понять, что вот ваши чувства, да, например, что ваша боль, например, пытается вам сказать. А, вот так вот, я думаю, можно ответить вам на вопрос. А, я надеюсь, что это было полезно. Надеюсь. Вот. А, если вам понравился мой ответ, я буду благодарен вам за его оценку в качестве лучшего. Я, вот, я вам, я вам желаю разобраться в себе, я вам желаю, чтобы ситуация разрешилась, вот. Всего вам самого доброго, доброго вам и удачи. Спасибо.